Красоту и жизнь природы, а также особое восприятие окружающего мира прямо сейчас отправимся наблюдать в музее художественного стекла. Там уже находится наш коллега Дмитрий Аксенчик. Этим утром погружается в проект «Московские сезоны. Нюансы». Дима, тебе говорим доброе утро. Доброе утро, Тим. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Петербург. Признаюсь, вы меня застали как раз за содержанием этой самой выставки, которая называется «Нюансы». Но я вам еще раз признаюсь, что меня заинтересовало, заинтриговало не столько вот это многообразие художественных образов в стекле, сколько названий, видимо, профессия сказывается, вот эти, не знаю, что это, стеклянные вазоны, не что иное, как оказывается разговор о прическах. Вот такие нюансы бывают как раз на этой выставке весьма необычные, как мне кажется. И, собственно, эта выставка, здесь работают двух художников, мастеров стекла, и в описании экспозиции посетителям предлагают раскрыть, так сказать, тонкость и драгоценность их творческих личностей. Вот этим я и предлагаю вам заняться в этом включении, а будем искать этот клад сокровищ вместе с куратором выставки Абрамовой Галины Яковлевны. Доброе вам утро. Доброе утро. Ну что ж, давайте искать это самое сокровище. Расскажите немножко об авторах. Два замечательных автора – Наталья Урядова и Альфия Ширинская, которые работают в стекле уже довольно много лет. Это выпускники Строгановского высшего художно-промышленного училища в Москве. И вообще эта выставка у нас устроена в рамках целого цикла, который мы проводим в стенах нашего музея художественного стекла. Этот цикл называется у нас «Московские сезоны», где мы предлагаем посмотреть петербуржцам и гостям города именно московских художников и оценить их творчество. Наталья Урядова является нашим автором, который постоянно с нами работает, и Альфия Ширинская. Они работают в совершенно разных областях стекла. Урядова в листовом стекле, Ширинская больше экспериментирует очень много. Это касательно разнообразия. Давайте немножечко я от себя добавлю. Как я правильно понял, здесь у нас такой некий разговор эпох получается на выставке. И неспроста с одной стороны работают художницы, с другой стороны другой. Так вот здесь мы видим некий библейский мотив. Значит, ночь перед Рождеством. И вот этот библейский образ голубь одним глазом поглядывает на не что иное, как яблоки помоны. Можем ли мы какие-то скрытые смыслы в этом искать, Галина Яковлевна? И Наталья Урядова и Альфия довольно интересно раскрывают нам темы библейских сюжетов, мифологии и литературных образов. Поэтому здесь вот вы видите работу яблоки помоны Альфии Ширинской, где она в технике спекания демонстрирует вот такие вот декоративные особенности форм, образов, объемов. Какое аппетитное название у техники, согласитесь, спекания. Давайте мы еще успеем с вами одну на одной работой насладиться. Здесь нечто, что называется, притчи о стакане. Я, на самом деле, дорогим телезрителям предлагаю подумать, что же это за такие притчи необычные. Но, в принципе, в себе я заготовил на финал вот что еще сказать хотелось бы о художниках. Так это то, что у них явно на дворе уже Новый год. Посмотрите, какие они замечательные снежинки подготовили. Так что это включение хочется закончить словами с наступающим. Ну и сейчас, мне кажется, мы отчасти раскрыли драгоценность творческих личностей. И поэтому, к слову, уже не менее творческим и драгоценным ведущим нашей программы, коллеги. Дима, спасибо тебе большое. С тебя новогодние подарки.